Идёт операция. Пациент под наркозом, врачи проводят диагностику. К счастью, подозрения на патологию не подтвердятся, и серьёзное хирургическое вмешательство в этом случае не потребуется. Подобные операции сотрудники урологического отделения городской больницы номер 5, Центра охраны здоровья матери и ребёнка, теперь проводят при помощи нового современного оборудования. Столько достаточно современного уровня. Она позволяет выполнять как отдельные вмешательства, так и улучшить качество уже выполняемых вмешательств в плане уменьшения агрессии в отношении детского организма, то есть выполнять эти вмешательства малоинвазивно. Допустим, постановка и удаление разного рода трубочек в мочеводелительные пути с помощью этой стойки производится без разрезов. Новая цистоскопическая стойка – настоящий подарок для врачей детской больницы. Мы это всё подключаем к миниатюрным оптическим приборам, которые вводим в полости тела. Камера, собственно, снимает изображение. Вот эта коробочка подаёт свет, который позволяет в полостях тела темно это изображение осветить. Ну и мы, ориентируясь на экран, выполняем манипуляции разного рода, от диагностических до оперативных. Аппаратную часть этой стойки можно использовать и для хирургии, и для лор. То есть это, по сути, монитор с камерой и прибор для освещения. А оборудование, которое непосредственно делает эту стойку цистоскопическое, это набор цистоскопов, уротера, нефроскопов, то есть тоненьких металлических трубочек, внутри которых заключены два оптических канала освещения и глаза, и рабочий канал, который позволяет выполнять какие-то манипуляции под контролем зрения. К стойке можно подключить около 10 подобных металлических трубочек. Они предназначены для разных задач и для работы с пациентами разного возраста и веса. Особенностью, в принципе, урологии детского возраста является очень разнообразный по своим габаритам пациент. Это могут быть ляльки массой от двух килограмм, и подростки, и дети 16-17 лет массой далеко за центнер. Благодаря в том числе и этой стойке мы можем на данный момент выполнять ряд вмешательств, в которых мы были либо ограничены размерами детей, то есть должны были выбирать чуть более маленькие дети с малой массой тела, выпадали из нашего поля, поскольку мы не имели подобного оборудования. Ну и, в принципе, есть операции, которые вообще без этой стойки выполняться не могли. На сегодняшний день урологическая хирургия в нашей детской больнице остаётся одной из лучших на Крымском полуострове, и она не стоит на месте. Достаточно долго сотрудничаем с нашими коллегами с материка, они периодически приезжают к нам выполнять сложные операции, в частности, заведующий отделением Морозовской городской детской клинической больницы Шмыров Олег Сергеевич. Он на регулярной основе уже на протяжении 7 лет, 1-2 раза в год к нам приезжает. Мы устраиваем мастер-классы, в рамках которых подбираются пациенты, интересные нам, либо неординарные. И часть операции выполняет доктор нашей ассистенции, часть операции выполняем мы под его наставничество. В урологическое отделение 5-й горбольницы обращаются не только севастопольцы, но и крымчане. С новым оборудованием наши врачи смогут помочь большему количеству пациентов. Генитальная хирургия – это пороки развития мужских половых органов, требующих реконструктивно-пластических операций, аномалии строения почек, такие как гидронефрозы, ротерогидронефрозы, пузырно-мочиточниковые рефлюксы. Эти дети с Крыма периодически, достаточно регулярно приезжают и получают у нас помощь. И для них эта помощь доступна в рамках ОМС. В Севастополе продолжает реализовываться региональный проект развития детского здравоохранения. Его цель – снижение младенческой смертности, совершенствование оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям.